В духовной столице Урала Верхотуре возродили традицию. После многолетнего перерыва там прошла рождественская ярмарка. Свой товар привезли сельхозпроизводители из разных городов России. А чтобы гости ярмарки не скучали, для них устроили народные забавы и конкурсы. Сюжет Радика Шараева. Народные танцы, частушки и песни. Как и более 200 лет назад, гостей на Верхотурской ярмарке встречают веселые скоморохи. Чтобы люди окунулись в атмосферу праздника, латошницы тут же предлагают поучаствовать в конкурсе. За победу, как и положено, сладкий приз. Театрализованное представление устроили на городской площади. Сперва для самых маленьких жителей Верхотурья показали кукольную сказку. А затем свои народные песни исполнили казаки. В конце 18 века, когда ярмарка в Верхотурье только зарождалась, они были ее неизменными участниками. Порадовал выступлением и местный хор. Вообще, это гордость Верхотурья. В этом году ансамблю исполнилось 55 лет. Праздничная ярмарка в самом разгаре. С каждой минутой посетителей становится все больше. Оно и понятно, ведь найти развлечение здесь можно абсолютно на любой вкус. Но особенной популярностью пользуются старинные русские забавы. Это катание на лошадях и перетягивание канатов. Для детей одно из главных развлечений – катание на коньках. В этом году также впервые за много лет на площади залили каток. «Товар на весь мир! Подходи! Подешевело!» Но все же главное в ярмарке – это торговые ряды. В этом году в Верхотурье съехались не только местные фермеры, а также сельхозпроизводители из других городов области и даже России. От продукции глаза разбегаются. Здесь и различные сорта меда, лечебные мази, поделки ручной работы, картины местных художников, огромное количество валенок и варежек. Для тех, кто замерз, работала полевая кухня. Булочки, коржики, шанги и даже шашлыки с пельменями. На морозе такая продукция пользовалась заметным спросом. «Молодцы! Хорошо придумали такие вещи. Спасибо большое. Почаще надо делать такие праздники для людей». Для гостей в местной библиотеке также организовали выставку местных художников, а в музее-заповеднике для всех желающих на протяжении целого дня проходили экскурсии. Народные гуляния продолжались до самого вечера. Люди радовались, пели и танцевали. «Наш Верхотурский уезд был сельскохозяйственным уездом. Соответственно, здесь была продукция сельского хозяйства и народных ремесел». В этом году ярмарке исполнилось 220 лет. В 2011-м, после долгого перерыва, благодаря программе «Верхотурья. Духовная столица Урала» ярмарку удалось возродить. Теперь, надеются местные жители, гостей на праздники с каждым годом будет только больше. Радик Шараев, Юрий Чернышов. Информационная программа «День». Свердловская область. Верхотурья.